Считается, что очень важно защитить и укрепить иммунитет детей. За календарем прививок тщательно следят педиатры, школьные и детсадовские медики. Врачи говорят, нельзя забывать об иммунопрофилактике взрослых. Одна из причин – старение общества. Согласно Всемирной организации здравоохранения, практически к середине 21 века у нас каждый пятый будет старше 60 лет. И в 2018 году мы впервые число лиц старше 65 лет у нас превысило число лиц до 5 лет. Такого никогда не было. Поэтому ВОЗ приняла программу иммунизации на протяжении всей жизни как залог здорового долголетия. Потому что 70% людей старше 60 лет страдают хроническими заболеваниями. Из-за этого они более восприимчивы к инфекциям, а заболевания с ними связанные протекают тяжелее. С возрастом практически у всех утрачивается иммунитет и возможность противостоять инфекциям, от которых прививали в детстве. Медики отмечают, заболеваемость такими инфекциями смещается в сторону взрослых. Это дифтерия, это столбняк, это коклюш, это корь, это краснуха. Вот это те прививки, которые у нас в национальном календаре прививок. То есть они проводятся за счет федерального бюджета. И мы можем получить эту прививку в любой поликлинике по месту жительства. Существуют прививки, которые связаны с профессиональными рисками. Иммунизация нужна тем, кто работает в сфере образования, медицины, транспорта, торговли, где больше людей, риски инфицирования выше. Изменилась ситуация по ряду инфекций, по коклюшу, по бедингококковой инфекции, по пневмококковой инфекции. Поэтому вот эти прививки мы тоже сегодня можем получить. Но, к сожалению, они пока не идут по бюджету. Часть таких прививок идет за счет средств работодателей. Есть программа иммунизации за средства региональных бюджетов. В любом случае, стоит проконсультироваться на эту тему с вашим участковым терапевтом и узнать возможности вакцинации.